Ребятки, всем привет! Я опять в Шереметьево. Летим на охоту в Красноярск, а дальше Светлогорск и на Плата Путорана. Мишани со мной нет, он решил отдохнуть. Ну что поделаешь, ведь устаёт человек от рыбалок, выезда, путешествий. Пусть отдохнёт немножко. Итак, я в самолёте. Лететь до Красноярска 4 часа 30 минут. Расстояние 3430 километров. Мне нравится летать в Сибирь ночью. Пройдёт всего час и двигаясь навстречу солнцу, можно увидеть рассвет во всей его красе. Непередаваемое ощущение. Именно поэтому я практически не сплю в полёте, любуясь видами. Да и как можно уснуть, когда ты полон сил, предвкушаешь новое путешествие и готов свернуть горы. Пожалуйста, при выходе самолёта не забывайте свои личные вещи, проверьте карманы кресел перед вами. Стоит отметить открытие нового международного терминала в Красноярске. Мы ещё успели прилетать в старый, и тут есть с чем сравнивать. Современный терминал приурочен к проведению Международной универсиады в 2019 году. Большой, чистый, радующий глаз. Вот только не успели сотовые точки развесить, потому как интернета я там изловить не смог. Терминал-то новый. Мы в прошлый раз в старый терминал приезжали. Здесь ещё новый терминал. Что меня улыбает каждую поездку, так это в любом аэропорту, видя наши сумки, рюкзаки, думают, что мы командировочные. И предлагают такси с отчётностью. Что-то надо делать с брендированием. Ну, ребят, цивилизация. Хороший терминал сделай. Ну что, народ, мы уже в Красноярске. Вы, блин, как привыкли-то мы. Я уже в Красноярске. Мишка у нас в отпуске. Мишка, тебе привет. Блин, человек устал от охот, рыбалок, путешествий. Видите, как бывает. Так вот, я уже в Красноярске. Прилетели минут на 30 раньше. Положеного. Был попутный ветер, я думаю, знак добрый. А здесь, видите, уже снега нету, скоро трава попрёт. Копать, не перекопать. Что-то у нас в этом году вообще с копом не складывается. То там трава вылезла, то здесь скоро вылезет. Вот это на момент. Ну что, ребят, газ 20-50. Ну все, ребят, останавливаемся вот в гостинице. Тут от Горден. Вам уже известно, мы здесь были зимой, останавливались. После московской температуры, конечно, погода радует. Не так жарко. Плюс один. Ну что ж, ребят, наконец-то я добрался до гостиницы. Это все те же уютные номера. Измученное лицо. И, прошу заметить, не боржовь, оно измучено. И вообще не тем, о чем мы подумали. Перелетом. Спал всего час, наверное, где-то. Здесь сейчас уже полдесятого. А у нас еще ночь глухая. Так что пойду я еще посплю. Где-то от часика 3-4 будет. Само то. Ну что, ребят, я поспал часа 3 где-то. Погодка, не знаю, налаживается, разлаживается. Вроде плюс 4 на улице. Хорошо. Сейчас дядь Витя приедет. Поедем куда-нибудь покушает. Торчка вот себе заварил. Вот девчонки за гусями собрались тоже. На Туруханск пошли. В этот насыщенный перелетом день более ничего интересного не происходило. Докупали продукты, собирали вещи. Завтра вылет. Идем в завтра. Доброе утро, народ. Осадков нету. У нас сегодня перелет около 7 часов. Длительностью. На вертолете летим из Красноярска в Светлогорск. И я думаю, мы покажем вам прекрасные виды Сибири с высоты птичьего полета. А где-то, может быть, и пониже будем спускаться. Может, зверюшек увидим каких-то интересных. Все вам покажем, расскажем. Плоховатенько сегодня спал. Видать, сказывается, все-таки акклиматизация. С усталости вроде бы по местному времени в 9 часов уснул. И в 12 по местному проснулся. Уже уснуть не могу. Это по-нашему было 8 вечера. То есть я где-то в 5 вечера уснул по Москве. И в 8 вечера проснулся. А дальше уснуть не мог. Долго достаточно. Сегодня придется терпеть. Но надо акклиматизироваться. День-два акклиматизация все равно происходит. Ну все, ребят, мы выбрались из Красноярска. Двигаемся в сторону аэродрома Аэрогео. Откуда и начнется наш перелет в Светлогорск. Такой вот аэродром малой авиации. Ну вот такая загрузка у нас, ребят. Скажу вам честно, в шерп можно напихать больше. Канада. Трубка Питон. Вот сам авиация будет рейс делать. Такое ощущение, что он отсюда взлетает. Не-не-не, ну ему же развернуться надо. Ветрено, ребят, сегодня. Да, я в детстве налетал на них много. На восьмерках, на двойках, на ми-шестых. Ну давай! Не даю. Тем временем нас выкатывают. Так, сложный разъезд. Восьмерка никак не хочет. Так, это мы сейчас возьмем на подвеску, привяжем ниткой. Я сейчас корзину принесу, чем положено. Уже почти готов. Уже готов. Колес у нас нет. Катают нас вот так вот. Уже готов. Катыш, катыш. Восьмерка полетела, наконец-то Дмитриша, капец! Так, ребята, настало время старта Сейчас будем запускаться Главный пилот говорит Кстати, вы зря смеетесь, он еще корейскую войну проходил На томагавке летал Англо-бузскую Вьетнам отлетал Русский ас Иван, помните? Это его псевдоним был А сейчас это путора направить Взлетает 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 Продолжение следует... Ждем разрешения на взлёт. Продолжение следует... 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 когда ребят мы вылетали было плюс 2 градуса где-то здесь уже было минус 4 вот так вот идем на север а Деревня Ярцево прошли 477 километров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова